Здравствуйте, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет твиттер, который намерен заставить Илона купить себя, и пойдет он для этого на все. Отмененный растягиваемый смартфон LG, который показали вживую. Первые кадры новой раскладушки Motorola Razr 2022, электрический кабриолет со встроенным дроном от Polestar, Super Heavy, который взорвался во время испытаний, и прорыв в изучении космоса от телескопа James Webb, который поделился невероятным фото. Все это и многое другое прямо сейчас. Поехали! Друзья, путь в IT бывает очень тернистым. Особенно сложно, когда не знаешь, с чего начать. Многие новички бросают идею стать программистом по разным причинам. Одних разочаровывают курсы с неструктурированной информацией, другие не видят смысла в заданиях, которые надо переписывать за учителем. Образовательная платформа Hexlet поможет всем желающим обучиться разработке на Java, языке программирования, который так любят крупные компании. Банки, госпорталы, промышленные корпорации. А главное, 30 заданий можно пройти бесплатно. Обучаясь на Hexlet, студенты становятся частью сообщества айтишников. Здесь вы научитесь правильным инженерным практикам, получите крепкие фундаментальные знания и наработаете опыт решения бизнес-задач, которых у вас будет ну очень много. Задания выполняются в онлайн-тренажере с автопроверкой. А в полной программе профессии вас ждет 11 open-source проектов Hexlet, 5 проектов для портфолио на GitHub и карьерный трек, где вам помогут с поиском работы. Мы давно знаем о Hexlet и слышали много положительных отзывов о результатах обучения, поэтому точно советуем начать свой путь именно у них. Тем более начать можно бесплатно и с полным сопровождением наставника. Переходите по ссылке в описании и станьте востребованным специалистом. Начнем мы сегодняшний выпуск с руководства Twitter, которое полно решимости принудить Илона Маска купить эту компанию на оговоренных в апреле условиях. Уже подобрана команда юристов, которые будут представлять интересы Twitter в суде, причем возглавлять ее будет бывший председатель канцелярского суда в Делавере, где будет слушаться это дело. В свою очередь на защиту интересов Илона Маска тоже встанут опытные юристы, которые работали с ним в деле о несостоявшейся попытке приватизации Tesla в 2018 году. По данным Bloomberg, компания Twitter свой судебный иск подаст сразу после начала рабочей недели в США. Практика показывает, что подобные дела рассматриваются на протяжении нескольких месяцев и нередко заканчиваются заключением сторонами внесудебного соглашения. В случае спора между Twitter и Иланом Маском, как поясняет источник, решающее значение будет иметь готовность суда признать несоответствие предоставленной социальной сетью информации о доле сомнительных учетных записей с существенным неблагоприятным изменением, которое дает покупателю легальные основания избежать выполнения взятых на себя обязательств. Подчеркивается, что даже начало судебного разбирательства не исключает вероятности заключения сделки на более выгодных для Маска условиях, поскольку с его стороны подобные претензии могут служить основанием для торга. Тот самый суд в Делавере, который будет рассматривать дело, за всю свою практику лишь однажды встал на сторону покупателя, вынеся вердикт в пользу поиску о покупке фармацевтической компании «Фрэнс Эниус», конкурирующей «Эркон». Существующие процедуры позволяют Твиттер при определенных условиях принудить Илона Маска к покупке актива в компании, если суд сочтет это целесообразным. Одной из слабых сторон в линии защиты интересов миллиардера, по мнению экспертов, станет поспешность принятия решения о покупке компании весной этого года. По сути, Илон не стал проводить предварительную экспертизу и аудит, согласившись купить Твиттер не глядя. Для Твиттер любой исход судебного разбирательства, по мнению некоторых сотрудников компании, будет неблагоприятным. Если суду удастся заставить Илона Маска купить эту социальную сеть, то она попадет в руки непредсказуемого и эксцентричного собственника, который явно настроен провести оптимизацию штата компании. В случае, если сделка окончательно развалится, будет нанесен дополнительный удар по репутации компании, которая и до апрельского объявления Маска о намерениях ее купить находилась не в лучшем финансовом положении. А что же Маск, спросите вы? А Илон, ответим мы вам, высмеивает намерение Твиттер подать против него иск после того, как он сообщил, что решил отказаться от покупки социальной сети. Маск опубликовал картинку, на которой он смеется с различными комментариями. Они сказали, что я не могу купить Твиттер. Затем они решили не раскрывать информацию о ботах. Теперь они хотят заставить меня купить Твиттер через суд. В итоге они должны раскрыть информацию о ботах в суде. Генеральный директор Тесла и SpaceX также опубликовал фотографию Чака Норриса, смотрящего на шахматную доску, полную черных фигур с одной белой пешкой. Маск подписал твит «Chuck Mate». В пятницу Маск подал документы в SEC, уведомив об отмене своего предложения о покупке Твиттер за 44 миллиарда долларов. В документах Маск обвинил Твиттер в искажении количества спам-ботов на своей платформе. Поехали дальше. А анонсированный еще на выставке CES 2021 рулонный смартфон LG так и не пошел в производство после прекращения работы мобильного подразделения компании. Но недавно прототип LG Rollable попал в руки одного из пользователей. Благодаря этому в сети появился любительский видеоролик с демонстрацией работы необычного устройства. Судя по видеоряду, дисплей смартфона растягивается как по нажатию соответствующей экранной кнопки, так и с помощью отдельного аппаратного переключателя. В сложенном виде гаджет практически неотличим от стандартных современных моделей в тонком корпусе. На задней части устройства разместился модуль тройной основной камеры. Вероятно, показанный в ролике аппарат представляет собой инженерный образец. На его экране отсутствует значок Google Play. Впрочем, у пользователей все еще есть шанс увидеть подобное решение в продаже. Модели с похожей конструкцией разрабатывают и другие производители смартфонов, включая Samsung и Oppo. А вот глава китайского мобильного подразделения Lenovo Чэн Джин провел пресс-конференцию, в которой впервые показал журналистам новое поколение складного смартфона Motorola Razr. Вместе с тем появился небольшой видеотизер, демонстрирующий устройство. Представитель компании не стал вдаваться в технические или какие-либо другие подробности. Он просто показал гаджет в сложенном и разложенном состояниях. Благодаря этому подтвердилась информация, что в Motorola Razr у внутреннего экрана будут тонкие рамки со всех сторон, включая нижнюю, а вместо выреза сверху будет миниатюрное отверстие под фронтальную камеру. Снаружи разместится еще один небольшой экран для быстрого доступа к важной информации, а также двойная камера. По слухам, Motorola Razr 2022 будет оснащаться 6,7-дюймовым полет-дисплеем с разрешением Full HD+, с частотой обновления 120 Гц, 3-дюймовым внешним экраном, флагманским процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью до 12 ГБ, накопителем до 512 ГБ, основной камерой на 50 Мп, ультраширокоугольной на 13 Мп и 32-мегапиксельной фронталкой. Официальная презентация смартфона ожидается позже в этом месяце. Есть информация, что цена в Европе составит порядка 1149 евро. Шведский бренд электромобилей Polestar, который принадлежит Volvo, представил Concept Car O2, четырехместный спортивный кабриолет с 800-вольтной силовой установкой от Polestar 5. У машины полный привод и два электромотора суммарной мощностью около 900 лошадиных сил. А бонусом идет встроенный летающий беспилотник. У нового кабриолета две двери, длинный капот и обтекатели за сидениями. Руль приплюснут по краям, а данные приборов выведены на узкий дисплей. На центральной панели установлен большой 15-дюймовый сенсорный экран, а мультимедийная система базируется на Android Automotive от Google. Зеркала заднего вида заменены камерами, но главной особенностью О2 стал предлагающийся дрон, разработанный совместно с Hawk of Flow. Беспилотник хранится в задней части автомобиля и может автономно следовать за транспортным средством на скорости до 90 км в час, а заснятые им изображения и видео транслируются в режиме реального времени на экран перед водителем. «Интеграция автономного кинематографического дрона позволила нам раздвинуть границы на фоне инноваций. Отсутствие необходимости останавливать и разгружать дрон перед съемкой – ключевое преимущество этой инновационной конструкции», сказал Максимилиан Миссони, руководитель отдела дизайна Polestar. Пока нет информации о том, планирует ли Polestar делать серийную модель на базе данного концепт-кара. Японская же компания Far East Co. Ltd. захотела, чтобы ее Porsche 911 заметно выделялся на фоне других автомобилей. Хотя в данном конкретном случае выделяться кажется не совсем подходящим словом, ведь спорткар решили покрасить самой черной краской в мире практически не отражающий свет. Заклеив фары, стекла и ряд других элементов, специалисты взялись за покраску автомобиля. В качестве покрытия была выбрана краска Black Musou, разработанная южнокорейской компанией Co.Pro. Производитель утверждает, что это самая черная акриловая краска на водной основе в мире. Она способна поглощать 99,4% всего попадающего на нее света. Для сравнения, обычная матовая черная краска поглощает только 80% света. Покрытие от Co.Pro также более совершенно, чем черный цвет Singularity, разработанный для NASA и используемый в самых передовых космических телескопах. Результат оказался впечатляющим. Из-за отсутствия каких-либо бликов на корпусе, Porsche 911 со стороны кажется плоским, а еще он будто имеет бархатное покрытие. Вот только владелец машины подтвердил, что такое покрытие недолговечно, поскольку для него не предусмотрено дополнительного защитного слоя прозрачного лака, который бы свел на нет весь эффект. Sport Car пробудет ультра-черным до конца текущего месяца, когда запланирована его мойка. Стоимость покраски не уточняется. И какой же кик без космоса? На испытательном полигоне в Бока-Чика, штат Техас, при прохождении предполетных тестов, произошел взрыв прототипа ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, которая должна была впервые вывести корабль Starship на орбиту. Как известно, SpaceX удалось добиться успеха в разработке корабля Starship краеугольного камня в плане Илона Маска по колонизации Марса. После серии неудавшихся запусков и взрывов при посадке, компания наконец провела в прошлом году суборбитальный полет прототипа верхней ступени и посадила его без происшествий. Следующим шагом должен был стать первый выход на орбиту, намеченный на этот месяц. SpaceX проводила испытания носителя Super Heavy, оснащенного 33 двигателями Raptor. Одновременный запуск этих двигателей на площадке в Бока-Чика привел к серьезному взрыву. Камеры, снимавшие это событие, издалека заметно вздрогнули от ударной волны. NASA Space Flight передавала трансляцию инцидента. Похоже, что взрыв не разрушил прототип Super Heavy, однако более часа после инцидента с места аварии поднимался черный дым. По словам комментаторов, взрыв был неожиданностью, компания не рассылала оповещения об испытании двигателей, как это делается обычно. Маск прокомментировал события кратко, сообщив, что проводились испытания носителя. А затем добавил, что ситуация «нехорошая» и «команда оценивает повреждения». От взрыва, вероятнее всего, пострадали все или значительная часть двигателей носителя. Заменить их быстро на новые будет проблематично. С их серийным производством есть проблемы, о которых ранее сообщал Маск. Кроме того, ущерб, скорее всего, нанесен и стартовой платформе. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США представило первый снимок, сделанный телескопом Джеймс Уэбб. Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на сегодняшний день. Это изображение скопления галактик S-MAX 0723, известное как первое глубокое поле Уэбба, изобилует деталями, говорится в заявлении НАСА. Отмечается, что благодаря телескопу удалось впервые запечатлеть тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне. Этот кусочек огромной Вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки. Пояснили в ведомстве. Благодаря новому телескопу американские астрономы смогут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик. Это возможно, потому что Джеймс Уэбб способен находить самые ранние галактики во Вселенной. Телескоп Джеймс Уэбб является совместным проектом НАСА Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Он был запущен 25 декабря прошлого года со стартового комплекса на космодроме Куру во французской Гвиане с помощью ракетоносителя Ариэйн-5. На следующий день специалисты скорректировали траекторию полета телескопа. Прибор будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет. И на этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому.